На очистные сооружения поступает вот такого качества стоки. Лаборатория контролирует на всех этапах. Происходит механическая очистка. И после ультрафиолетового обеззараживания мы получаем данный продукт. Сотрудники лаборатории проверяют воду на превышение уровня вредных веществ. Специалисты отмечают, отклонения в составе жидкости практически невозможны. Все благодаря многоступенчатой очистке. С начала стоки с нескольких промышленных предприятий города и Комсомольского района Автограда попадают в аэротенки с микроорганизмами. Загрязняющие вещества в этой неприятной жиже по сути их пища. По словам экспертов, уже после первой ступени вода очищена на 90%. Затем происходит доочистка на песчаных фильтрах, где удаляются все оставшиеся взвешенные и дальнейшее обеззараживание на ультрафиолетовых установках. В этих камерах стоки обеззараживаются под кварцевыми лампами. Агрегат был запущен в 2008 году. Полностью очищенную воду сливают в Волгу без вреда для окружающей среды. Впрочем, перед предприятиями стоит новая задача – снизить сброс воды почти в два раза. Это позволит уменьшить объем потребления речных ресурсов. У нас в планах есть построить здесь же на территории очистных сооружений дополнительную стадию, которая позволит, это так называемые мембранные фильтры, которые позволят очищенную воду. Значит, не сбрасывать в реку Волгу – это порядка 800 тысяч кубов в час, а возвращать опять на завод, используя в технологическом процессе. Стоимость проекта эксперты оценили в 5 миллиардов рублей, а его реализация займет около пяти лет. Никита Плотников, Андрей Костомаха. Новости губернии. Тольятти.